О том, готовы ли россияне остановить мобилизацию в стране акциями протеста, настроениях в обществе и о том, как долго готовы терпеть эксперименты Путина и российская элита, поговорим с российско-израильским бизнесменом, одним из бывших руководителей нефиной компании ЮКОС, Леонид Невзлин, в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в эти минуты в российских городах проходят акции, нет мобилизации, уже сообщаются о задержанных. Надо признать, что первая акция два дня назад была не особо многочисленной. Пока на данный момент, похоже, что россияне боятся все же протестовать, но не боятся умирать. Так получается? Смотрите, акции, в принципе, не могут быть многочисленными, потому что те люди, которые сейчас выходят на акции, это, собственно говоря, люди особо смелые. Они заранее знают, что они идут на задержание и дальнейшее административное или, возможно, даже уголовное наказание. Более того, перед тем, как выйти на эти акции, те инициаторы, которые публиковали призывы и распространяли их в телеграм-каналах, они все подверглись в той или иной мере преследованию. Например, «Весна», как самое большое петербургское движение, молодежное, они получили ограничения в действиях, а потом уголовные дела. То есть все делается для того, чтобы те, которые активисты, те, которые могут выступать и заряжать людей своей энергией, чтобы они не появились на улицах. Леонид, да-да-да. Да-да, я слушал. Но смотрите, могут быть многочисленные, мне кажется, акции. Вот эти вот люди, которые сейчас спешно раскупили авиабилеты, чтобы уехать из России, эти 15-20-километровые пробки сейчас на границе из России в Финляндию, в сторону Грузии и так далее. Если бы эти все люди развернули свои автомобили и поехали, не знаю, на центральной площади своих городов, на Красную площадь, ведь это же бы поменяло картину. Смотрите, у нас, как всегда, творец будущего Вадим Вадимович Путин, который сейчас, как известно, скрывается сам от мобилизации на Валдае. Это шутка такая в российском интернете. Значит, он ведь все делает своими руками. Сейчас мы понимаем, что в ближайшее время, ну, может быть, до референдума, до конца так называемых референдумов, может быть, сразу после, да, будет объявлено военное положение, и будет закрыт выезд для военно обязанных мужчин и женщин, для мужчин там до 55 или 60 лет. Ну, естественно, там, если есть справка из военкомата о том, что он не призывется, то, наверное, будут выпускать. Ну, в общем, огромное количество людей потенциально мобилизуемых и членов их семей останется внутри России. Таким образом, этот потенциал, без сомнения, развернется внутрь страны, и он будет протестный. Более того, так сказать, мобилизация таки идет, и вот эти планы, их порядка 300 тысяч человек мобилизовать за месяц, наверное, плюс-минус осуществятся при всем, так сказать, ужасе распада их бюрократической системы, примерно таком же, как распад армии. Ну, допустим, они осуществятся, и это будет пушечное мясо, и пойдут обратно гробы. И, как бы, вот это все вместе, да, это будущая протестная активность, когда люди уже, так сказать, и не только молодежь, но и взрослые разные выйдут на площади. Я надеюсь, что это будет, я надеюсь, что это будет, но я вам отвечаю, что Путин, как человек, который принял решение идти дальше, мы это видим, также примет решение стрелять по собственному народу, без всякого сомнения. Но вот тем более, и вот сейчас есть информация, что с 27 числа Путин готов будет ввести военное положение в стране и закрыть все границы на выезды страны. Как это скажется тогда? Да, я ровно об этом говорил, там есть разные цифры, разные варианты, но в целом люди сходятся, что это может произойти от источников, от хороших источников. От 27 сентября 9 утра до 1 октября утра это может произойти, так сказать, это совсем мало дней, да, 30 дней всего в сентябре. Значит, поэтому число не имеет такое большое значение. Алгоритм примерно такой. Будут подведены, понятно, как итоги референдумов, до или после закроют границы для мужчин младше 60 или 55 лет, вот, соответственно, и для военнообязанных женщин. Вот, будет объявлено военное положение как минимум в приграничных и южных областях Российской Федерации, как минимум, а может быть и по всей стране, вот. И, так сказать, далее, так сказать, эти люди пойдут воевать неподготовленные, и они будут, как бы, многие будут двухсотами, многие трехсотами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова